Поздравляю вас с началом первого вашего учебного года в стенах вуза. Мы широко раскрыли двери для вас. Кажется, самый важный день знаний бывает только раз в жизни. Но нет, после школы все снова впервые. Лекции вместо уроков, курсы вместо классов и, наверное, самое приятное – стипендии. Однако ждет этот бонус, конечно, не всех и не сразу. Поэтому первокурсники сегодня с интересом смотрят на старшеньких. Лидеров в учебе, тех, на кого хочется равняться и ориентироваться. У ребят сегодня двойной повод для праздника. В День знаний им вручают сертификаты на именные стипендии от градообразующих предприятий. Поздравляем, Владимир. Большие молодцы. Спасибо. Владимир Ботев – один из 15 студентов вузов и СУЗов, которых поощряют сегодня по итогам летней сессии филиал «Азот» компании «Уралхим». Хорошо учился, активно занимался наукой. Вот и заслужил 3,5 тысячи рублей ежемесячно. Награда как бы за хорошие оценки, естественно, за активное участие, написание статей и тому подобного. Вот это главное стремление и поставить перед собой цель закончить хорошо хотя бы и идти к этой цели вперед. Программа «Молодые специалисты» действует на «Азоте» с 2011 года. Получив достойное образование, выпускники могут рассчитывать на эффективное собственное развитие и, возможно, станут частью коллектива филиала «Азот». Стипендиат «Азота» Татьяна Богомолова отмечает, что для любого студента важно трудоустройство. Иначе для чего вообще учеба в ВУЗе? Хотела давно, чтобы «Уралхим» меня заметил, потому что мне интересно это предприятие. Я хочу себя потом в работе на этом предприятии попробовать. И я специально проявляла себя во всех олимпиадах, старалась показать себя. И это однозначно получилось. Ведь вручают именные стипендии ребятам представители компании. От «Азота» Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу. И тот багаж, который вы сейчас, свой профессиональный багаж соберете, именно он будет сопровождать вас всю вашу профессиональную жизнь. Поэтому учитесь, трудитесь и именно получайте все знания, которые вам здесь дают преподаватели. Это будет залог вашего успеха в профессии, ну и значит в жизни. Еще пять третьекурсников сегодня стали счастливыми именными стипендиатами «Уралкалия». Сотни выпускников ВУЗа уже работают в компании. И вполне возможно, что эти ребята скоро пополнят их ряды. Алексей Сытин, например, всерьез задумывается, а как же это сделать? Ну, может запомниться «Уралкалию» и пойти на предприятие, потому что я не являюсь целевым студентом. Вот и нужно себя проявлять. Я учусь на инженера-механика, вот, по специальности механик, видимо. Ну, начинают это все с низов, так что начну со слесаря, и хотелось бы дальше подвигаться по краям лестницы. Между тем близится 63-я годовщина работы Березняковского филиала Политеха. За это время ВУЗ выпустил более 11 тысяч инженеров, которые работают на градообразующих предприятиях. Как отмечают их руководители, именно такие соревнования в учебе с наградой в виде стипендий от компании помогают готовить более квалифицированных специалистов. Почему мы это делаем? Чтобы поддержать один из старейших ВУЗов Верхнекамье, который готовит специалистов по профильным для нашей компании специальностям. Ведь, чтобы устроиться на работу своей мечты в крупную компанию, ребята должны получить достойное образование. Получать именные стипендии от предприятия отличившиеся студенты будут до следующей сессии. А после придется снова доказывать лидерство. Прекрасный повод взяться за гранит науки с удвоенной силой. Любовь Битнер, Владимир Покровский. Наши новости.